Пока биатлонистам сборной России до антирекордного рубежа в 40 гонок без медалей остается всего один старт, лыжники на Кубке мира продолжают стабильно подниматься на пьедестал почета. А 2020-й они и вовсе завершили победой. Тюменец Глеб Претивых подтвердил, что немецкий Дрезден для него – настоящее место силы. С 2017 года на этом этапе сибиряк стабильно берет медали. В минувшие выходные он продлил серию до четырех сезонов подряд. Начал соревнования в Дрездене, традиционно проходивший прямо по улицам города, индивидуальный спринт свободным стилем. Претивых спокойно дошел до финала, как и лидер общего зачета Кубка мира Александр Большунов. В решающем старте они устроили бронзовую рубку, в которой сильнее был Глеб. Выиграл итальянец Федерико Пеллегрино. Подняться вместе на пьедестал дуэт у лидеров сборной России все же удалось. В командном спринте свободным стилем они показали абсолютно отточенную тактику. На своем последнем отрезке Александр включил высочайшую скорость и удержался за ним только француз Ришар Жув. Таким образом за золото бились Ретивых и Лукаша Нова. Глеб контролировал француза и на финише не дал себя обойти, выиграв 19 сотых секунды. Глеб еще был конкурент очень серьезный и он очень здорово поступил. Именно выход на более твердый коридор, вот эту трассу получается. Ну и подтвердил дополнительно еще раз, что он является очень сильным спринтером, финишером. Женская сборная России в Дрездене тоже не осталась без медали. Наталья Непряева из Архангельской области и Юлия Ступак из Коми были очень близки к победе, но взяли серебро. Тюменко Татьяна Сорина в командной битве с Христианой Мацокиной из Татарстана не преуспела. А в индивидуальном спринте ей откровенно не повезло. Падение в четвертьфинале после столкновения с итальянкой. Впрочем, Сорина по-прежнему держится второй в общем зачете Кубка мира. Надо учитывать, что ее основной стиль, ее конек классика, и в коньке ей сложнее. Тем более перед этапом за две недели был достаточно большой объем работы выполнен. Кубок мира по лыжным гонкам возобновится в первый же день Нового года. Участие в знаменитой многодневке тур-дески, помимо Ретивы Хасориной, примут еще трое тюменцев. Денис Спецов, Иван Якимушкин и Евгений Белов.